Любая организация, цивилизация тоже имеет начало, середину, конец. Вот вместе, мне кажется, что гештальтерапия, она выполняет, довыполняет роль мамы, потому что разум способен справиться с уравнением, где одна, две, три неизвестных. Но сейчас в мире посмотришь, а там сто неизвестных. И здесь нужно интуицией, сердцем, душой. И то, что сейчас происходит, такой великолепный процесс, это когда растворяется прошлое персоналити, если смотреть языком гештальта, или уходят те персоны, эго, вот они растворяются, и это должно раствориться, это должно уйти, просто исчезнуть. Всем привет! Меня зовут Бактыбала, и я психолог. Это подкаст себе, главной целью которого является образование и вдохновение. Сегодня у меня в гостях Олена Зазуля. Она является гештальтерапевтом, гештальткоучем, председателем Украинской ассоциации коучей и организационных консультантов в гештальтподходе, организатор и спикер на конференциях. Сегодня мы с Оленой поговорили о важной теме, как гештальт цивилизации, цикле контакта нашей цивилизации. Сейчас происходит очень много изменений в нашем мире, достаточно нестабильная ситуация. И в данном выпуске мы с Оленой обсудили о том, как проходит цикл контакта цивилизаций. Надеюсь, этот выпуск вам будет полезен и приятного просмотра. Олена, здравствуйте! Как вы сегодня? Добрый день! Я хорошо, и я в предчувствии нашего разговора, нашей беседы. И я в ожидании, что придёт. Да, у меня похожие чувства. Мне интересно, во что наш разговор вылез. У нас такая интересная тема, я думаю, очень актуальная, в связи с такими глобальными изменениями во всём мире. Войны сейчас бушуют, уже две большие войны. И экономическая ситуация в целом нестабильная. Психологическое состояние у людей тоже, можно сказать, на фоне этого тоже шаткое. Я думаю, что тема, которую вы принесли, она очень важная, очень интересная. И мне самой интересно про неё послушать и узнать. Но прежде чем мы как-то в неё больше пойдём, я хотела бы спросить вас, как вы пришли к этому пути? Как вы вообще оказались в гештальте и вообще такой помогающей профессии? Правда? Всё как обычно. Всё родилось в семье. И, ну, не знаю, так случилось, что я стала сверхчувствительной. Я стала сверхчувствительной. И на самом деле в детстве я хотела быть художником, но не вышло. И, ну, я всё равно была в поиске себя всё время. И вот я стала психологом. А потом чисто случайно меня занесло в гештальт. Это было в далёком, в 2000 году, когда одна моя подруга спросила, «А ты не хочешь ли пойти в гештальт?» Я как раз тогда психологию изучала. Я говорю, «Хорошо». Если бы это было что-то другое, я бы пошла. И вот с 2000 года, но так вышло, что у меня есть такая особенность. Как я же сказала, у меня всё время есть зол внутри, зол души. И он не даёт мне покоя никогда. Поэтому, если я в гештальте с 2000 года, то параллельно я изучала коучинг, я изучала футуропрактику. Это работа с будущим. Очень интересные вещи. Какие-то драматические вещи. Мне очень нравится юнгианский взгляд на мир, на вещи. А также в связи с предчувствием, чувствованием вот этого перехода, в котором мы сейчас в острой фазе находимся, особенно я здесь, в Украине. У нас очень острая фаза. И в преддверии Великого Перехода, при чувстве этого, я стала изучать народные традиции разных культур и времён. И для того, чтобы больше и больше понимать вообще, как в этом мире быть, как это всё устроено. И поэтому всё имеет, как бы я ни работала, в каком бы формате, всё равно это имеет структуру гештальта. Начало, середина, конец. И то, о чём я сегодня хочу рассказать, это всё-таки о цикле цивилизации. Мне это так интересно, поэтому я рискну и вам тоже это рассказать, как это вижу я. То есть как и человек, как и любой, любая потребность, любая организация, цивилизация тоже имеет начало, середину, конец. И как раз мы живём на стыке, на стыке, как раз там плодотворная пустота образуется. То есть когда там заканчивается старая, она у нас практически уже в таком последнем дыхании, и рождается новая. Но цикл, он, конечно, такой обширный. Это так. Вообще вот этот цикл, он происходит для всех одинаково, если как цивилизацию глобально брать. Или вот вы сейчас говорите, в Украине это в острой фазе происходит, я думаю, в Израиле, может быть, тоже в острой фазе. Или для всех как-то более-менее одинаково? Конечно, невозможно, наверное, что все на одной фазе какой-то были, но это как волнами у всех происходит? Или как это вообще? Я думаю, что этот переход, он случится у всех обязательно, но я думаю, что в разных системах, в разных организациях, в разных социумах это, конечно, имеет свой особенный, наверное, почерк. Но в целом этот переход, как мне кажется, сейчас все находятся в этой фазе перехода, в трансформации. То есть трансформации я люблю очень, меня тянет. Вообще я люблю работать с этими процессами, когда происходит перерождение. Перерождение. Я люблю беременных людей, те, которые беременны собой новым. Я люблю беременные социумы. В общем, да, как-то так. И такое впечатление, что в какой-то момент наша картезианская цивилизация, которая была построена и построена до сих пор на дуальности, сейчас очень резко видно вот эту дуальность, вот светлая, тёмная, война мира, очень резко. То в какой-то момент эта цивилизация забеременела холистической цивилизацией, как я вижу, целостностью. И вот сейчас мы в процессе этого перехода. И мы либо перейдём, либо нет. Но я верю всё-таки, что мы перейдём. И на что я опираюсь, мне очень помогает футуропрактика. Я училась у Нифанта Борисовича Долгополова по футуропрактике, но она же есть и в различных шаманских практиках, и в ведической культуре. это всегда есть эти врата, врата или пороги. И мы смотрели, когда я в определённый момент, кроме гештальтерапии, я углубилась и развиваю сейчас в Украине направление гештальткоучинг. Гештальткоучинг – это такое сочетание, творческое, прекрасное сочетание терапии и коучинга. И вот вместе, мне кажется, что гештальтерапия, она выполняет, довыполняет роль мамы, идеальной мамы. А гештальткоучинг… Ну, а коучинг вообще выполняет отцовскую функцию. А гештальткоучинг, он как бы вот… Всё вместе. Всё вместе, да. Но, глядя, это что-то такое, это правда. И я всегда в восхищении от тех процессов, которые происходят. Там есть… И вот, да, и такой… Там есть такой момент, как футуропрактика. В определённый момент вышло, что я почувствовала, что я не могу опираться на прошлое. И искать выход. И я ушла в коучинг классический, но там не нашла себя, потому что он на НЛП больше построен. А это противоположность гештальт, ну, гештальтистской философии. И потом, когда в конце концов я училась у Эстер Ньюмановой гештальткоучингу, у меня пазлы сложились. И потом я стала сама развивать. И буквально за один день я написала программу своего собственного курса, который называется «Сотворение». Ему уже пять лет. То есть я обучаю гештальткоучингу здесь. Вау. Вот. Очень вдохновляюще звучит. И как будто вы течёте по течению, да, идёте по течению. Да. Мне тоже эта тема очень интересна, вот то, что вы говорили про юнгьянских практиков, да, и про шаманов. Я сейчас очень больше изучаю как бы буддизм, больше погружаюсь, но я нахожусь в стране, где буддизм — это официальная религия. И я практикую випассану. Но это такой более... какой-то путь нелюбви, вот как, допустим, суфии, да, или вот тантрический буддизм, если вы слышали, то випассана — вот такой буддизм. Это больше вот осознанность, то есть путь осознанности, но он такой тяжёлый. И вот то, что, допустим, веды, да, там говорят, вот про бхакти-йога, это называется, у вед, я тоже часть очень не изучаю, мне очень интересны веды. Они говорят про любовь, да, про любовь, через которую мы приходим там к Богу, к Вселенной, к принятию ко всему, да. И у меня тоже такое сейчас ощущение, что вот эта трансформация, о которой вы говорите, это вот просто от дуальности, да, к целостности, вот этой любви, да, все поглощающие, которые и мама, и папа, и всё на свете, и какое-то тотальное единение. Да, вот. Мне так интересно стало про футуропрактику. Я никогда в жизни не слышала, а вы можете рассказать про неё побольше? Поняла больше. Футуропрактика для меня тоже было удивительно, когда я слышала такое вороже, что опираться на будущее. Ну, в смысле, как это опираться на будущее? Но оказывается, да, что когда мы есть в определённом состоянии, вот опять я хочу немножко вернуться, прокомментировать или откликнуться больше на то, о чём вы говорили, да, про тотальной осознанности. Вот гештальт коучинг, он как раз про вот эту тотальную осознанность. Вот его, возможно, минус сейчас в том, что вот его можно постигнуть через только осознанный человек, тот, который осознаёт и который пребывает в себе. Вот поэтому гештальт коучинг вас таки зацепил, я думаю. Вы ощущаете вот эту сущность, которую даже сложно передать. Это можно прочувствовать, вот это, да. Это правда на уровне сердца. На уровне сердца. И когда голова не справляется с теми вызовами, которые есть, потому что разум, он способен справиться с уравнением, где одна, две, три неизвестных. Но сейчас в мире посмотришь, а там сто неизвестных. И здесь нужно интуиции, сердцем, душой. И то, что сейчас происходит такой великолепный процесс, это когда растворяется прошлое персоналити, если смотреть, ну вот если языком гештальта, или уходят те персоны, эго, ну вот эго. Эго точно, да. Да, вот они растворяются, и это должно раствориться, это должно уйти, вот просто исчезнуть. И когда, ведь всё-таки эго или персоналити, они часто, ну и с другими словами персоналити, то они часто являются защитами, вот такими вот защитами, которые мешают творить, вот, и быть спонтанными. И вот прошлая цивилизация, она уже настолько, вот, перешла в традиции, ритуалы, в какие-то такие замерзшие фигуры, вот, какие-то интроекты, что там уже просто свободным, осознанным людям нечем дышать было. Вот, и поэтому стали вот волнения, стали волнения, да, и вот, и поэтому, а старая система, она же крепко держится, и поэтому вот сейчас происходят войны для того, чтобы, как я это понимаю, со своего места, где я сейчас есть, я понимаю, что войны для того, чтобы остановить вот этот процесс всплеска, пробуждения людей. Если говорить другими словами, то мы от хомо-сапиенсов, человеков разумных, переходим в хомо-люменс, людей света или людей осознанных. И поэтому, и вот в определённый момент мне стало не хватать различных практик, и, ну, как обычно, случайно, я попала на футуропрактический эксперимент, там, где мы планировали, нужно было проект, и, в общем, там, там, горел план, и нужно было создать проект, это было, наверное, где-то в 2008-м или 2010-м году. И там был как пример, что можно сделать, и мы просто пошли в будущее. Но там есть такой вот специальный ритуал, когда там есть врата, там есть привратники, врата могут тебя пустить, не пустить, то есть такой, как сказочный момент, и нужно готовиться внутренне, и потом, когда ты готова, с запросом всегда, поэтому я считаю, что он больше коучинговый эксперимент, потому что ты идёшь всегда туда только с запросом, то есть не идёшь просто так. И там совсем другое состояние. Входишь, и этот переход случается, и ты в другом времени, в другом измерении, совершенно другой. Это удивительные вещи. Да, я знаю. Да. Вы закончили, да? Да. Я просто подумала, что это очень похоже, вот то, что вы говорите, киштальт цивилизации, про, если знаете, в ведическом календаре, они говорят, что всё приходит, вот есть периоды, да, и сейчас вот Калий Юга, который век невежества, и он завершается, и мы переходим в бронзовый век, и поэтому тоже вот этот переход, он, ну, долгий, и болезнь для многих людей, как и правда, очень много сопротивления, вот этих старых интроектов, ну, и людей в целом, которые наживались на невежестве, да, так можно сказать, невежество не про то, что люди там глупые, да, глупые какие-то, а вот именно про как-то сфокусированность больше на материальном, да, не на том, что внутри, и вот свете, да, которое вы говорите, и раньше, вот, я думаю, что я была достаточно скептична и очень такая научная, но я думаю, ещё это сила какой-то молодости, да, и эти информации, которые вокруг, мне казалось раньше, что это всё какой-то бред, хотя я выросла в достаточно религиозной семье, ну, то есть у меня бабушка с дедушкой, они были очень религиозные, и всегда говорили о Боге, и о том, что нужно носить себе свет, вот этот, да, ну, не то, что они фанатиками были, а про то, что вот про какой-то свет внутри, но я раньше как будто не понимала про это, но сейчас как-то, чем больше я как будто практикую вот эту осознанность, да, сначала я пришла вот в гештальт, ну, как в терапии я была много лет, потом, когда уже начала учиться, потом вот я пошла дальше, ну, как бы в гештальте же есть какие-то корни буддизма, вот, и поэтому я решила больше туда погрузиться, и я понимаю, да вот, вообще-то вот всё написано, оказывается, всё понятно, в смысле, да, правда, это всё идёт своим чередом, и всё к этому идёт, и это, вот то, что вы говорили, да, вот этот цикл, он неизбежен, да, что это придёт, придёт, в любом случае, хочешь ты этого не любили, или нет, просто для всех, наверное, в каких-то разных моментах, но это придёт неизбежно, как я понимаю, но я замечаю, что всё равно люди часто, когда я про это говорю, люди слышат это, как немного эзотерику, то есть, они думают, что это что-то ненаучное, и, ну, как бы, странно, как бы так нашлось было. Сталкивались ли вы с таким, каким-то, не знаю, отторжением, да, от людей? Конечно. И от людей, и от коллег, потому что я всё время в поиске, и всё время я испытываю какие-то новые вещи, конечно, сталкиваюсь, и сталкиваюсь до сих пор, потому что, ну, я часто опираюсь на свои сны, на видео, и вот на одной, я думаю, это будет интересный момент, в 2021 году осенью, ну, каждую осень, в преддверии зимы, я хожу в будущий год, на своей личной терапии, я хожу в будущий год, и как раз это было в начале ноября 2021 года, за, там, три с половиной месяца до начала войны, за четыре, и когда я подступила к своим братам будущего, я увидела, с одной стороны, была медуза горгона, во всей своей красе, она охраняла вход, вот с другой стороны, царь Аид, царь Мёртвый, это было первый раз, и я не смогла зайти, единственный раз в жизни, я не смогла зайти в будущее, потому что, когда я приблизилась к этим братам, они были невысокие, может быть, метра три, вот так вот, то есть невысокие, два с половиной, три метра, но оттуда на меня посмотрел глаз, рептилии, и мне было, я такой ужас испытала, очень мне было, и я прямо поймала, наверное, паническую атаку, и несколько недель я приходила в себя после этого случая, мне было, ну, очень плохо на психологическом уровне, я попала в какую-то пропасть, и потом, когда я попала на один из тренингов, там, где были все мои коллеги, ну, вот, и, ну, таких уже для продвинутых, скажем, мастеров гештальта, и я думаю, вот есть место, где я могу поделиться своими переживаниями, потому что я ходила по Киеву, я везде видела кресты, вот крест, 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 и у меня такое впечатление, что, как предсмертная какая-то штука, я поделилась, и я получила такой хайт, что у меня, что такие терапевты не могут быть, и что, ну, на самом деле все это ощущали, просто, может быть, не пускали, там, защиты были получше, чем у меня, но потом, когда началась война, то мне некоторые коллеги звонили и спрашивали, слышишь, а откуда ты знала про все это, ну, вот такие вот вещи, поэтому, это практика подтверждена, и многие мои студенты ходили туда, и мы видели эту войну, они не могли зайти, это было заранее еще, и, когда море, реки, просто крови, не могли зайти, и когда я сопровождала их, то только с высшей силой можно было туда зайти, только с высшей силой можно было зайти и пройти, и все видели завершение, и когда опять расцвечет все, то есть это не бесконечно. У меня прям мурашки от ваших слов, да, и я думаю, что сознание чего очень открыто, да, можно только получить информацию, и как бы, ну, и ее как-то понять, да, для себя, я думаю, что не всем это дано, даже не все это могут, мне кажется. Не все это могут, но и это нормально, просто понимаете, я со своими коллегами там, ну, не обязательно это гештальтисты, у меня очень много коллег из разных направлений, которые научные, целительские разные, там, проводников много разных, и когда я с ними стала общаться, то есть до 2022 года очень многие видели будущее, видели, а потом это видение ушло. Почему? Потому что смена произошла, произошла смена, мы перешли в другую философию, если там была философия мировоззрений, есть такое мировоззрение, такое мировоззрение, такое мировоззрение, то мы перешли в эру мироощущения, мироощущение мы можем ощущать, потому что мы находимся сейчас в идовской стадии, цикл новой цивилизации, он только начинается, а это ид, понимаете? Ага, поняла. Поэтому видеть не обязательно, многие потеряли видение, зато сейчас такой скилл, как ощущать мир. У меня прямо сейчас мурашки идут, когда я про это говорю. Есть у очень многих людей, очень многих людей, поэтому мироощущение — это когда, как вы говорите, как ручей, как источник, как река, ощущать поле, сканировать поле. Я и работаю так. Для меня очень близка полевая парадигма, поэтому есть ещё один момент, который я, может быть, потом расскажу, о качестве присутствия. Это тоже важно. Хорошо, да. Это вот я теперь как будто больше стала понимать. Если можно, может, мы пройдёмся по вот этой таблице, которую вы мне прислали, где вот получается вхождение — это вот стадия ИП, да, про ощущения в теле, да. Но, как мне кажется, в целом наш материалистический мир, который был, да, он создал такую очень большую диссоциацию, да. То есть я, когда работаю с клиентами, понимаю, что они вообще не в теле живут. Их голова где-то там живёт, в другом месте, и тело живёт здесь, да, там, или наоборот. Или не живёт. Или не живёт, да. Оно настолько мертво, что они даже не знают, что происходит. И, ну, как бы мне это понятно, потому что я сама так много лет жила, да, и как будто я очнулась, да, когда я проснулась, когда я начала возвращаться, и это оказалось не очень приятным, потому что тело уже настолько страдало, что, ну, то есть она просто кричала уже там, но я его также и не продолжала не слышать. У меня просто диагноз алтоиммунный много лет. И я поняла, что когда я пришла в гештальт, ну, то есть я просто, я просто поняла, что я не слышала, и, ну, то есть вот оно вроде, вот оно тело, да, всегда со мной, ничего со мной, не всю жизнь, как моё тело, да, но я его не слышала. Да, и вот то, что вы сейчас сказали про ИД, и, несмотря на то, что, думаю, что многие, правда, могут ощущать своё тело, но и также, да, наши вот эти гаджеты, да, телефоны, они нас так сильно отдаляют от нашего тела, несмотря на то, что оно находится в воде, да, заходите, наверное. Они воруют нас у нас, да, и очень откликаются, потому что если брать про картезианскую эру, эпоху вот этого разделения, то если с психопатологической, я ещё психопатологию тоже изучила, для того чтобы посмотреть на психопатологическую, точки зрения на Рене Декарта, тот, который и был основателем этой философии, то у него было очень сложное детство, когда ему исполнился годик, у него умерла мама. А отец его был очень занят, он всё время работал. И этот маленький Рене, он оказался без мамы, без папы, то есть он травматик. А что делают травматики? Они уходят в голову. И поэтому он по образу и подобию создал философию, но которая легла на ту почву, которая была. Поэтому вот так. А потом, когда у нас было всё построено на стыде, на страхе, на треугольнике Карпмана, там, где жертва и так далее, но потом стали люди пробуждаться. То есть, как вы говорите, говорят, что с 2012 года рассвет начался. Рассвет, то есть выход из калий-йоги, и поэтому... Вот. И если про табличку, да, смотреть, да, вот эта наша холистическая цивилизация, да, я надеюсь, что это она, я её так предчувствую, её во снах видела. Если у нас останется время, могу про сны рассказать, но про один расскажу, который очень ложится. Вот меня, я не очень вижу будущее, да, но мне сны приходят и показывают. Не так, ну, где-то полгода тому назад мне приснился сон про мировое дерево. Я видела Землю, ну, вот как из космоса нашу планету, и на ней росло одно огромное дерево до неба. И корни его были, оно росло из ЮАР, Южноафриканской республики. И потом оно упало, упало и повредило некоторые континенты там и материки, да. Я всего не видела. Вот. И по Украине прошлось вот листочками. Но в тот же момент, когда упало это мировое дерево, в тот же миг по всей Земле начали расти побеги новых деревьев. Самые разные деревья начали расти. Как будто бы это мировое дерево, оно не давало возможности расти новым вот этим виденьям, новым философиям, ценностям. Потом я, конечно, была как-то не очарована. У меня украинские пытаются прыгулом шлова. Как это? Ну, меня поразил этот сон. Я же стала смотреть, а что же там. А оказывается, именно в ЮАР было создано по инициативе Украины, кстати, тоже ООН в 1948 году. И я так предчувствую, что ООН падёт. Возможно, эта система изживает себя. Посмотрим, да. То есть вот такие какие-то сны. И я так понимаю, что это холистическое, когда вот по всей земле пойдёт такое вот как возрождение и прорастание нового. И если вот на ту схему посмотреть, то там есть начало цивилизации, середина и конец. То вот это первое пробуждение, его чувствуют пророки, его чувствуют поэты, его чувствуют композиторы, его чувствуют люди, которые связаны, очень тонко чувствуются, сверхчувствительные люди, которые там, возможно, там просветлённые монахи ещё кто-то, да, вот чувствуют. И они улавливают вот эту энергию, да. А потом это становится уже таким мейнстримом, когда все люди начинают этим увлекаться, вот как мода идёт. Потом оно доходит на пик и начинает потом затухание. Затухание и превращение в разные вот такие уже традиции, ритуалы, религиозные вещи, то есть какие-то такие закостенелые. Ну вот как ребёнок, да, там, юноша. Вот сейчас в фазе такой вот, ну, ещё младенец, который даже не особо хорошо говорит, мне кажется, в нашем цивилизации. Ну вот, но всё было бы хорошо, там вот на этой схеме, там кроме вот этой главной волны, да, есть ещё две. Всё-таки очень сильно влияние старой цивилизации, которая цепляется. И там видно, как уже прорастает следующее. То есть параллельно происходит три. И для меня было большим открытием, когда я услышала, когда слушала лекции Майкла Минда, когда он сказал, что были исследования, всё-таки что же происходит в куколке бабочки, когда гусеница превращается в бабочку. И там чудесные вещи, которые очень мне напомнили, которые происходят и когда люди беременны, ну, женщины беременны, когда цивилизации беременны. В общем, антитела, антитела гусеницы сражаются с антителами будущей бабочки. Там в куколке происходит тоже война. И гусеница сопротивляется бабочке. А, вау! Это всё как природа, да? Всё, что происходит, такой естественный процесс, так? Да. Потому что, если посмотреть на женщин, тоже токсикоз. Это же тоже сражение организма матери с организмом ребёнка. Точно так и цивилизации. Это вообще интересно. Вообще, вот изучая, да, какие там растения, ну, чисто по природу, если погружаться, то можно увидеть всё в ней, да? Ну, вот вообще в какой-то, да, вот куколке-бабочке можно увидеть всю Вселенную, да? Всё, что происходит. Да, вот антитела выделяются. Это вообще тоже, вот, мне вот почему-то напомнили, у меня просто первая отрицательная группа крови. И мне сказали, что если я когда-то захочу иметь ребёнка, мне нужно сделать какой-то укол, потому что антитела могут уничтожить ребёнка, если будет конфликт резусов. Я такая, у-у-у, как интересно поступает организм. То есть он может просто отторгнуть. И я была так удивлена, что настолько какое-то сверхъестественное, да, у нас тело, что оно настолько знает, что ему нужно, что не нужно, да? То есть ему нужен свой тукорезус, чтобы его, ну, как бы, ну, это такое у первого отрицательного. И про вот эту путь, которую вы говорите, я вот вспомнила Бхагавадгиту, если вы читали Бхагавадгиту, там же тоже всё начинается с битвы на Куркшетре, если там, значит, начинается всё с войны только. Война за место тоже. И тогда, получается, там бог Аджуна, да, там приходит и наставляет человека, чтобы он продолжал бороться, да. Но я думаю, что это не про такую войну, где-то мы друг друга убиваем, да, вот эту внутреннюю войну, когда мы боремся какими-то со своими слабостями, да, с какими-то своими не светлыми частями, да, то есть вместо того, чтобы принять, да, и как бы погрузиться в такую целостность, да, целостность себя принять полностью со всеми какими-то слабостями, да, и мы как будто начинаем бороться. И мне кажется, иногда этот какой-то негатив, да, ну, какой-то, ну, деструкция какая-то, разрушение, они не будут выходить наружу. И вот то, что вы пришли в реализации, мне тоже еще напомнило про семью, да, когда вот родители, да, там, бабушки и дедушки не хотят, чтобы, ну, вот внуки, да, молодое поколение делали что-то по-другому. Я просто сама с этим столкнулась, потому что я, ну, я Казахстан, мы очень традиционный, у нас семья, вот это все, кланы. И я помню, что когда я начала делать что-то, что отличается сильно от того, что обычные делают, ну, то есть я очень большое сопротивление, ну, то есть в ходе, да, какого-то изоляции, ну, то есть от семьи. Ну, не то, что меня изгнали, но это чувствовалось как изгнание немножко. И сейчас я думаю, что похожее что-то происходит, да, вот люди, которые вот перешли уже в какую-то часть, да, вот, говорите, вот певцы, ну, какой-то певцы, у которых более чувствительное сознание, они как бы это больше чувствуют, видят, и они сталкиваются с вот этим вот сопротивлением. И я могу, если хотите, немножко здесь остановиться, вот в этих процессах трансформации. Да, конечно. Потому что вот на примере вашей семьи всё очень даже как по Библии, как по учебнику классическому, потому что первая фаза трансформации — это сегрегация или сепарация, или такое, как разрушение старого. Вот. И вам нужно вот было сепарироваться для того, чтобы войти потом в следующую стадию. Это же очень… Она называется лиминальная стадия, лиминальная. Лиминальная — это между. Это вот как раз мы в этой лиминальной фазе находимся, в этой стадии между, когда старого нет, та ещё тоже рождается. И кроме того, вот мы уже на дне. Я не знаю, как вы, а мы уже на дне. То есть уже на дне. То есть дальше уже… И это дно. И вот важно само осознавание, что я на дне. И здесь уже, ну вот я на дне. И я это понимаю. Поэтому ничего не видно. Мы на самой глубине. Это как Марианская упадина. И вот там уже… Ну, мне важно, что я знаю, где есть. Я здесь не одна на самом деле. Вот. Что вместе переходить этот переход. Вот. И когда ещё посмотреть на эту лиминальную… Ну, это лиминальная фаза, да. И третья, она называется инкорпорация. Инкорпорация — это когда ты уже выходишь из лиминальной стадии и уже обновлённым. входишь или возвращаешься в общество. Ведь вы же опять вернулись к бабушке и к дедушке, но вы уже совсем другая вернулись. Да. Вы туда уже вошли, в семью уже другая, обновлённая. И вот это такое, да, называется инкорпорация, это возвращение такого, когда уже и совсем по-другому началась система работать, потому что вы вернулись. и все на самом деле ритуалы, все обряды. То есть у вас произошла маленькая смерть, потому что умерла та маленькая, ну, или юная, или та, ну, семейная вахтибала, и вы пришли туда новое, совсем, совсем новое. Да, и вот если вот эту семейную ситуацию переносить на цивилизацию, я думаю, интересно, что когда я вернулась, ну, там, после смерти какой-то своей, отгоревания, да, из вот этой какой-то плодотворной то что ты, я заметила, что, ну, бабушки, дедушки, там, да, как сказать, старшие рода, да, они больше не сопротивлялись, они решили принять, ну, то есть они не решили сами меняться, но они были готовы принять. И интересно, вот этот мне интересен факт, даже про цивилизацию, да, что сейчас, если она активно, да, зародится, всё больше людей как бы будут пробуждаться, да, то будет ли так же, да, что старое, оно тоже как бы трансформируется или изменится, или оно всё же останется так, как есть, ну, пока не умрёт, да, ну, пока вот старшие рода, они, ну, когда-нибудь умрут, у меня вот бабушка в марте ушла. И, ну, вот, после какого-то вот этого моего завершения, видимо, её это как-то всё так сложилось и закрылось, закончилось. Она ушла и вместе с ней ушло что-то, да, получается. Вот. Я думаю, что как здесь в цивилизации это может произойти? Будет ли трансформация какая-то? Всегда ли ведёт это к какой-то трансформации или всё-таки это должно умереть старое? Я могу вот на примере семейной системы и, может быть, потом родится что-то и про цивилизацию. И, смотрите, вот когда у нас началась война, начали бомбить, и то, что сделали первым люди, начали обращаться к небу, молиться начали все абсолютно. второй шаг, который случился, и это было очень естественно, вцепились в свои корни. Это волшебный такой процесс. Вот просто в корне. И я думаю, что вот эти корни, которые есть, которые, ведь все мифы, легенды, ну, все, ну, ну, ведические, и другие, ну, они же имеют корни очень глубокие. Они глубочайшие, я думаю, что будут и будут открываться еще более глубокие знания того, как, кто первым прибыл на Землю, какая миссия. Ну, мне приходили в некоторых медитациях мои первые пришествия сюда. Я видела себя в медитациях, я видела это в Египте по типу, как Осириса, те, которые не было сердца, не было души. Это просто у богов вообще нет сердца. Ну, как сердце, у них есть сердце, но нет любви. Нет любви такой вот. Или не было у тех богов, которые были в Египте, как мне кажется. А вот люди и отличаются тем, что у нас есть сердце. Поэтому новая цивилизация, какой она будет, зависит, наверное, многое от нас. И я знаю, что вы и я это проводники информации. Информации, да. Есть ещё такое мнение, что очень многие люди боятся всемирного потопа. Несколько лет тому назад мне приснился сон, где я шла со своими дочками. Мы держались за руки, шли по набережной. Справа был океан. достаточно свободный, а мы шли по набережной. А слева вдали был белокаменный красивый город. Просто из белого камня сделан очень красивый. Я поворачиваю налево голову и смотрю над городом. С противоположной стороны от океана поднимается хрустальная волна до неба несколько километров. То есть это такая волна. И вот она стала и застыла. Я думаю, Боже, если она упадёт, она разобьёт всё. Я думаю, эта же волна возвращается в океан. И для того, чтобы спастись, я отбросила девочек, и мы бросились в океан. мы не держались за руки, а мы по одному стали, чтобы выжить, нужно было броситься в океан и плыть каждому отдельно. И тогда будет возможность выжить и встретиться. И мне кажется, что очень важно, чтобы были люди, которые могут быть проводниками, реализации, проводниками, наставниками, гидами для людей. Вот как происходит. Потому что эти процессы, они идут и очень страшно бывает. И хорошо, что тот, кто прошёл свой. Почему, например, наставники или психотерапевты хороши, гештальтерапевты хороши в роли наставника могут быть? Потому что они столько опыта пережили обычно в своей личной жизни, что могут присутствовать быть при любом раскладе. Это точно. Мне очень понравилась мысль про проводников и правда про страх. Я тоже подумала, что правда страшно бывает и хорошо, когда есть этот проводник. Потому что правда, когда увидишь такую волну метафорическую или реальную, то правда очень страшно. Я просто живу на острове, это же остров, и я понимаю, боже, здесь же бога вокруг, то есть нет выхода, только вода. Да, это правда страшно и хорошо иметь человека, который проводник, который прошел много и который готов быть рядом в этот момент. Мне очень, знаете, интересно, мы сейчас поговорили про цикл контакта, мне бы хотелось узнать, какие практики шаманские или какие-то используете в работе. Вы говорили про гештальт-коучинг в целом, про гештальт, про полевой подход, который вы используете, и вы упоминали про нингьянский подход. Мне хочется узнать, что вы еще используете в, допустим, в работе группы, если бы происходит, или в личной психотерапии. Хорошо. Да, я попробую вспомнить какие-то, но это все индивидуально, они как бы вот так, смесь бывает, там что-то новое рождается. Как я себя ощущаю часто? Я себя ощущаю, это как в сказках всякие волшебные существа, там гномы, ведьмы, волшебные клубочки, еще кто-то там, это те, кто они как просто сопровождают, просто присутствуют рядом. И мне кажется, что это такая моя роль, когда я на тренинге сопровождаю или в индивидуальной терапии, или в коучинге. И то, что мне очень есть одна такая вещь, которую я называю как квантовым таким переходом или сопровождением. Это когда человек, ну, многие, ну, и вообще мы люди пугаемся, когда встречаемся с чем-то очень большим. Например, со страхом вот вы, например, боитесь вот этой волны, которая может быть, но я более чем уверена, что вас предупредят или через сны, или через просто вам захочется собраться и уехать куда-то на материке или еще что-то. Я более чем уверена, что что-то произойдет. И когда вы думаете про эту стихию, про природу этих волн, то вы тогда расщепляетесь, отдаете много силы природе, этим волнам, и как будто вы такая маленькая, беззащитная, остаетесь одна. И вот это есть привычный для нас способ реакции на события, когда я такая маленькая. и в разных экспериментах я пришла к такому опыту, что то, на что чего я боюсь, это же моя природа. прошло почти три года с момента начала войны. Вот как раз три года прошло с того момента, как я увидела ту рептилию, которая не пустила меня в 2000, я побоялась туда зайти, но там и невозможно было, у нас были слишком разные вибрации, у меня высокая, у неё низкая, и у нас сложилось такое прямо как подушка, что я даже не смогла туда пройти, она не смогла выйти. и я поняла, что та рептилия, её сила, это моя сила, что та, кого я видела, и я тоже видела во сне когда-то, я вышла, выхожу я во двор, смотрю, валяются остатки разных животных, я думаю, Боже, кто это сделал, потом смотрю, выходит огромный такой крокодил идёт, я говорю, ах, вот ты кто, то есть эти рептилии наши, они выходят в момент, когда наша душа в опасности. И вот когда вот это расщепление происходит, да, я вот эту тень, я её присваиваю, потому что чтобы пройти дальше, нам нужно стать как минимум полубогами, чтобы мы могли войти дальше, поэтому я помогаю людям встретиться и принять поверить, вообще-то ощутить в себе вот ту огромную силу волны, вот у вас например, да, волны, это же ваше, то есть вы боитесь ровно, ну, то есть вы придаёте ей столько силы, ровно столько, сколько силы есть у вас, вы не можете по-другому действовать, ну, это же законы природы, что вы не можете больше, чем у вас есть, вы не можете проецировать даже, и поэтому то, что я бы сделала сейчас, да, я бы такая, как полярности, с одной стороны это маленькая, вы такая, вот, да, я бы поисследовала бы её, пошла бы даже дальше, за пределы, а что будет, если вы будете ещё, ещё меньше, а что будет, если вы совсем превратитесь там, в такой, и это исследовать, и там может выйти удивительная вещь, вы можете пойти, и это может во что-то, это только показывает практика, и исследовать вы становитесь той волной, той силой, и исследуете ту природу, и прямо вот ходите, увеличиваете её до беспредел, до крайности увеличиваете, да, и потом вы ходите по этой, ну, по этому сценарию, который есть, это же на самом деле ваш такой сценарий, возможно, по наследству передам, и потом в какой-то момент я прошу вас сделать шаг в никуда, вообще, и там тоже удивительная вещь может произойти, это как раз этот квантовый переход. что происходит с клиентами, когда вы им предлагаете сделать этот шаг никуда? спокойствие. Обычно происходит очень много спокойствия, и спокойствие приходит, очень большое спокойствие, такое, и нет мыслей, просто присутствия. присутствия, просто присутствия, здесь и сейчас, просто присутствия, просто обживание, просто нужно обжить это состояние, привыкнуть к нему, это то, как происходит, когда бабочка, когда она выходит из кокона, ей нужно некоторое время, около часа, для того, чтобы она налилась лимфой, то есть эта лимфа, она еще наполняется, то есть окрашивает бабочку, то есть бабочка, она не может выйти и полететь, она должна еще какое-то время наполниться, раздышаться, ну в общем, как-то так, там такие свои процессы, я видела, я наблюдала когда-то бабочку и наблюдала других животных, так выходила, на пляже сидела и при мне случались, трекозу я видела, это мой город, мне надо помогать бабочкам, потому что они не смогут летать, а я подумала, час, это так много для маленькой жизни бабочки, да, это было долго, это долго, но в то же время без этого никак, она так и не полетит, если она этот час не посетит, не наполнится, не окрасится, да, интересно, вот про это присутствие, вы как-то вначале чуть-чуть упоминали про это, про качество, да, по-моему, вы сказали? про качество меня присутствия, и я думаю, что это очень важное качество человека, который является проводником, его можно назвать гештальткоучем, гештальттерапевтом, духовным коучем, проводником, гидом, наставником, старейшином, но и там есть много таких, важно, чтобы в присутствии этого человека другой человек ощущал полную свободу, и мне нравится такой вопрос, какой мне нужно быть, чтобы ты ощущала себя свободной, мне нравится слово вольной, то есть проявлять, могущей проявлять свою волю, то есть какой мне надо быть, и это тоже такие вот вещи, важно защищать человека от своего влияния, потому что часто приходят люди, которые младше меня, и всё равно срабатывают переносы какие-то, и поэтому это только быть катализатором для другого человека, просто я присутствую, и всё-таки я скажу, какие качества, это присутствие здесь и сейчас, быть максимально аутентичным, вот какой я есть, природным, вот какой я есть, быть включённым, максимально включённым, и всё-таки быть подключённым к полю. Есть такая практика очень хорошая, которую я тоже взяла на занятиях цыгун, это когда я, ну оно у меня рождалось и раньше в группах, просто я сейчас чётко и опять к этому вернулась, это когда ощущаешь, вот в группе находишься, да, ощущаешь полностью, как будто бы я на всю группу, как будто бы я, есть такая большая, и ощущать полностью вот поле, атмосферу и прямо спиной, спинным мозгом чувствовать, прямо вот каждой клеточкой тела вибрировать и ощущать, это тоже такой навык. И ещё одно, это глубинный диалог, глубинный диалог, это тоже очень важная вещь, глубинный диалог, потому что мы сейчас находимся на идовской фазе, никто ничего не знает, никто ничего не понимает, ничего неизвестно, что будет завтра, ну, то есть абсолютно. Но вот тело, вот эстетика телесного знания, да, я собой чувствую тебя, когда я чувствую, что чувствуешь ты, это раз, второе, это через мифы, через метафоры. Я очень много сейчас использую с теми, кто в трансформации именно через метафоры, через мифы, легенду, потому что только так можно передать какие-то свои, что происходит. Вот, и быть из сердца, из сердца быть, и есть разные тоже ритуалы, ну, то есть какие-то ритуальные вещи, например, работа с травмой, потому что работа с болью, но по-другому, по-другому смотреть на травму не как на источник боли, не как на источник того, что у меня что-то забрало, как на источник лишений, разрушений, а смотреть на рану, на травму, как на утробу, который, у меня все про беременность, который зарождается, я думаю про ваше аутоиммунное, да, там тоже это утроба, ваш симптом это утроба, я аллергичка, я знаю, какая большая сила во мне есть, но она пока что у меня вот в аллергии заключена. Да, это правда, вот я сейчас же много очень аутоиммунных диагнозов, и я работала, у меня были группы, которые я вела с людьми с аутоиммунными диагнозами, я поняла, что у этих людей очень много сил, просто очень много, что они даже умеют вызывать болезнь, и когда я, конечно, в себе ее обнаружила, и то, что, ну, до меня пока дошло, что сознательно, что я это всегда направляла, ретрофлексировала, да, как это называется, пока до меня это все дошло, пока мне пришло принятие, что, о боже, что я делала столько лет, и вот эта волна, которую вы говорите, да, и я понимаю, что она есть, но как будто сложно это все как бы направлять, это же тоже нужно уметь направлять, большую силу нужно уметь с ней совладать, да, то есть ее не нужно тоже раскидывать, да, разбрасывать, и я думаю, что очень важно вот в этом плане тогда, когда есть наставники, да, но мне почему-то кажется, что все равно наставники имеют свое влияние, но я не против этого влияния, если, как бы, этот наставник, ну, как бы, мне импонирует, да, но я просто здесь как-то больше опираюсь на путь йогов, да, в йоге говорится, что тебе обязательно по ученической преемственности должны передаваться знания, почему, потому что так ты учишься безусловно доверять, потому что, когда ты становишься учеником, ты должен слепо доверять своим учителям, я, конечно, не говорю, что сейчас нам подряд так слепо доверять, но в целом я подумала, что это очень такой концепт, когда ты учишься доверять, то есть это же человек, не твой родитель, он не твой дядя, тетя, да, не бабушка, дедушка, это чужой какой-то человек, который много поглощал в себя информации, пропускал в себя, да, но и в то же время там написано, что вот ты не должен всем подряд это делать, ты не должен всем подряд доверять, ты должен тоже протестировать своего учителя, и я думаю, что это, ну вот в обе стороны, да, то есть есть же такие истории, когда учитель такой не берет ученика, чтобы проверить, насколько он хочет, да, учиться, и также ученик должен, как бы, мне кажется, ну так протестировать, учителя, насколько он готов у него тоже учиться, и настоящий ли учитель, потому что сейчас, правда, тоже очень много, мне кажется, людей, которые, возможно, они не шарлатаны, но просто, может быть, они не дошли до какого-то уровня, но говорят, что дошли, но душой вот этим, с ощущениями еще нет, вот только из головы это идет, тоже такое может быть, вот, и про вот это вот наставничество, которое вы говорили, про присутствие, вот когда вы сказали вот полностью, вот я группа, да, вот то, что вы сказали, и я подумала, наверное, очень интересно побывать в такой группе, где вы ее ведете, где вот попасть в ваше вот это поле, потому что я думаю, что все равно тренер очень большую такую силу имеет, да, поскольку опыта больше, знаний больше, наблюдательности, больше, возможно, осознанности в какой-то мере больше, и поле тренера, я думаю, что оно даже может быть сильнее, чем поле каждого индивидуального участника, возможно, оно там влияет, они как-то там коррелируются, но мне кажется, как-то задает тон тренер иногда. Да, оно может звучать как-то даже немножко страшно, я имею в виду, что можно же не обязательно там в группе, это я говорю, что я так сканирую пространство, не для того, чтобы заполнить все дырочки там, нет, а для того, чтобы самой ощущать, вот я телесный человек, для меня это важно, вы можете точно так же меня, я говорю, это как один из инструментов. Ага, да, ну да, мне очень было интересно то, что вы сказали, как мне откликнулось. Лучше это поле убирать в супермаркете, например. Это точно. Только если очень надо. Как вы сохраняете эту технику безопасности, если это можно так и узнать? Ну, знаете, как и все сказочные герои, которые там проводники, гиды, они всегда живут где-то в лесу за большим забором, это приблизительно мое происшествие. Точно, я тоже все время хочу куда-нибудь подальше, подальше. Ну вот. Понимаю. Мне как-то еще очень откликнулось, когда мы еще говорили про цикл контакта цивилизации, вы говорили про корни, что оттуда будет еще что-то выходить, знания. Я подумала, что это тоже про все семейные системы, что когда я после своей какой-то там смерти, перерождения, когда я вернулась, мне захотелось узнать, что там было вообще в этих корнях. Как бы поговорить с бабушкой, с дедушкой, ну вот как раз так произошло, что бабушка умерла, и у меня была как будто возможность увидеть весь род, ну то есть всех родственников, которые были, ну вообще силу роду увидеть, потому что раньше как-то вот я про поколенческие травмы очень много исследовала, и я думала, что, боже, это все поколение медлится, когда же это все закончится, ну типа какая-то светная какая-то не знаю, тьма, но потом, когда бабушка умерла, я подумала, боже, сколько силы, ну в смысле сколько поддержки, а я обращала внимание только вот на то, что, ну тяготило, да, вот как вы сказали про травмы, да, можно по-другому посмотреть, и я правда увидела в этом ресурсы, даже не в тех родственниках, которые сейчас живы, да, а вот которые давно умерли, да, ну они же часть рода, это вот благодаря им только вот бабушка с дедушкой выжили, хотя были непростые времена, да, там, ну там у нас люди жили в степи, потом, когда, ну вот, пришла княжеская Россия, там, завоевала, там, люди голодали, умирали, но они же как-то дожили, и благодаря этому... Плохие времена делают сильных людей. Да, и благодаря этим генам, да, которые в них были, этих людях, вот я сижу, да, и я как-то начала, вот, мне нравится опрещение, да, ну в английском, не знаю, ценить, что ли, вот это, и то, что я понимаю, что я сейчас все время такой кочевой образ жизни веду, возможно, потому что казахи были все время кочевые, и у меня очень глубокий какой-то вот ушел, ушло какое-то погружение в свои истоки, да, что вот не только бабушка с дедушкой, прабабушки, а вот что-то прям, что, о боже, мои предки жили в степи, ну то есть, ну то есть, настолько глубоко, я никогда не задумывала, это что-то телесное, я никогда не идентифицировала себя с казашкой, я такая, мы все люди, мы как бы все вместе, но, да, зовут, да, зов предков, оказывается, он в теле, потому что я в первый раз в жизни, когда услышала, когда проводилась сессия на казахском языке, не моя сессия, вот я просто наблюдала сессию на казахском языке, я была удивлена, как мое тело на это отреагировало, то есть, голова как бы, ну ей все равно, типа на казахском, на русском, на английском, на каком хотите, чтобы мы все друг друга поняли, а тут на казахском происходит, и я понимаю, о боже, кровь не водится, да, и вот эта вот информация, которая приходит, тоже вот, я думаю, что вот цивилизация, она умирает, но и про вот эту ассимиляцию, да, когда мы можем взять уроки из этого, ну и какую-то мудрость, наверное, тоже можно будет взять из того, что уходит. Да, очень откликается то, что кровь не водится, потому что считается, что почему, ну многие боятся там всемирного потопа, на самом деле он уже начался, а начался информационный потоп, потому что вода и информация, ну они как синонимы, ну то есть, когда, да, вот похожи, и мы сейчас просто все под километровыми волнами информационных, вся информация вышла на поверхность, это и есть такой потоп, он обычно происходит при смене цивилизации, всегда происходит, когда вот такой вот, и многих смывает просто этим, и то, что вы сказали, что кровь не водится, это так, потому что в крови там записана информация ваша, и поэтому кровь, это такая важная вещь, вещь, да, очень интересно, все у меня еще есть, что говорить, смотрите, как вы, да, мне очень был интересен этот разговор, но я не ожидала, куда зайдет наш разговор, но я сейчас прям чувствую какое-то такое облегчение, что я не думала, куда он зайдет, но вот какое-то приятное, какое-то ощущение, что-то такое наполняющее, и такое духовное, я бы назвала, вот, спасибо вам, у меня есть традиционное окончание подкаста, вы уже знаете, я вам сейчас задам три вопроса от предыдущего гостя, и какое заблуждение обошлось вам дороже всего? Это когда я поверила, что я не смогу стать художником, а быть психотерапевтом очень дорого, это шутка, конечно. Да, зато можно как-то заработать легче, кажется, чем искусство в наше время. Хорошо. Ну вы тоже в своего рода, я думаю, гештальт это такой творческий процесс, да, что это своего рода. Мне очень помогает чувство красоты, оно, оно как мой такой навигатор, у меня все идет. Да. Так, что является вашим последним удивительным открытием, осознанием? Осознанием. Их так много происходит и удивительное. Наверное, про то, что цивилизации очень похожи, как устроенные бабочки, как бабочки проходят свою, наверное. Мы с вами здесь точно так же и цивилизация, что еще одно доказательство, что как в малом, так и в большом. Наверное, что все это живое, настолько живое. пульсирующее, пульсирующее, вибрирующее, пульсирующее. Да, и можно тут прокомментировать, я почему-то вспомнила про, вот я когда езжу на эти випассаны, ретриты, там учитель говорит про анича, это один из постулатов, это значит impermanence, непостоянство, природа, непостоянство, и когда он говорит, что буддизм это так, если ты когда-то познаешь эту природу непостоянства через тело, ты избавляешься от страданий, и это путь к освобождению. Я подумала, что вот эти пики и прохождения, это же тоже как эти моменты, то, что происходит, природа, непостоянство, сейчас это закончится, и это тоже какой-то каждый момент, который происходит в нашей жизни, как этот маленький цикл, то есть это есть как в глобальном плане такой цивилизации, моменты, которые вот даже, я просто на миг ушла про размышление, что мы с вами тоже сейчас расстанемся, тоже какое-то завершение, и как-то и грустно, и радостно, и в общем все эти чувства как обычно. А мы уйдем измененными. Да, уже не будем такими, как прежде. И вопрос, что греет ваше сердце в данный период жизни? Что греет? Греет меня то, что я живу, то, что передо мной каждый день разворачиваются невероятные осознавания, я бы даже сказала, озарения приходят, и что ответы на любые вопросы, они рядом. Ну вот, и что я есть проводник. Да, я согласна с вами, что проводники, они возможно нужны, вот как я себя чувствую, часто повитухой на сессиях, когда я там, вот, человек перерождается. но то, куда мы идём, это то, что каждый, нам не нужны будут проводники, потому что мы будем, мы учимся напрямую связываться со Вселенной, с прошлым, будущим, сами напрямую, но это такой процесс, что поможет друг другу выйти на этот уровень. А так, мне кажется, мы будем так, как в фильме «Аватар», сидеть соединённые друг с другом наша природа. Это правда, да, мы и сейчас соединены, да, просто мы этого не осознаём, да, правда, мы целым. Мне ещё хочется задать последний вопрос от себя, если можно. Вы сказали, что вы такой телесный человек, да, сверхчувствительный. я хотела спросить, как вам было сегодня со мной ваш телесно и интересно? Это было сильно, это было сильно и синергично, что ваши вопросы, они как, знаете, как мы поднимались по лестнице такой вот условной, да, ваша ступенька, моя ступенька, ваша ступенька, и это было так вот синхронно, чудесно. Благодарю за сегодняшнюю встречу и за знакомство, я очень рада. И на самом деле я в таком благодарности и в некоторой степени в восхищении от того, что вы делаете такое прекрасное дело. Я смотрела ваш YouTube канал и то, что вы даёте, оно бесценно. Спасибо за такое большое открытое сердце. Я желаю вам чудесного путешествия как в данный момент, так и в жизни. И до новых встреч, пересечений. Спасибо, так приятно слышать. Спасибо большое. Для меня этот диалог был, несомненно, вдохновляющим. Я очень давно хотела вот такого диалога именно, и я очень рада, что у вас получилось. Вы нашли время, большая благодарность, что вы выделили время для меня, для людей, которые это посмотрят. Я думаю, что для многих людей эта информация сейчас как раз-таки нужна, очень много мы говорили про сопротивление. Думаю, что кому нужно, они это в нужный момент увидят, посмотрят и услышат ваш голос, мой голос, и это им будет поддержка. Спасибо еще раз за то, что вы были со мной за ваше время. Мне правда было такое ощущение, что я с вами там где-то в Украине сижу, чай пьем. Что-то такое правда очень дешевое. Спасибо нашим зрителям за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, отправляйте это видео вашим друзьям, возможно, кому-то из ваших друзей это видео будет полезным и откликнется. И давайте поднимать уровень осознанности вместе. Всем пока!